Накануне дождливым и даже местами мокро-снежным вечером в Екатеринбурге на старой сортировке, на скользкой и бликующей в свете фар дороги в начале улицы Белимбаевской, приключился крутой дорожный замес, безжертвенный, но невообразимый. От удара рейсовый пазик, атакованный в заднюю корму попутной бэхой, задрав хвост, буквально завис в воздухе задними спаренными левыми колесами, в двух-трех вершках от асфальта. Конечно, на дорогах всякие конфузы случаются, но этот, ну прямо ни в какие ворота не вхож. За мгновение до невообразимой аварии диспозиция на дороге была такова. Автобус породы ПАЗ 83-го маршрута, того, что пролегает от улицы Монтажников через Сосновый Бор к ЖК Светлый, выезжал с прилегающей территории, с автозаправки на улицу Белимбаевскую, с намерением уехать в сторону Таватуйской. Да не судьба, пазик был без пассажиров. И уже пристроился на полосе, но ему в заднюю корму врезался темный бумер, судя по последствиям удара, мчавшийся с приличной скоростью. До того приличной, что автобус клюнул правой фарой в дорожное ограждение, и от возмущения задрал хвост и плюхнулся на капот иномарки. Ни в БМВ, ни в пазике никто телом не пострадал. Но пилоты после аварии долго искали консенсус в темноте и при свете уличных фонарей и встречно попутных фар. Вскоре возле зависшего над асфальтом пазика собралась толпа мужиков, подавляющей неславянской внешности. Кто-то из них прикатил на место большой подкатный гидравлический домкрат. Вероятно, взял его на прокат у ближайшей шиномонтажки. И вскоре БМВ был освобожден из конфузливого плена, хотя и не без последствий. Капот иномарки разорван в лохмуте. Возможно, и двигатель пострадал, не говоря уже про радиатор и более хрупкие аксессуары под капотом. Соучастники невероятной дорожной аварии долго спорили, кто же прав. Пилот Бэхи утверждал, что пазик его не пропустил, хотя должен был. А лично он не смог остановиться из-за того, что дорога была скользкой. Автобусник, наоборот, гнул свою линию и утверждал, что он уже вырулил на свою полосу. А следовательно, пилот Бумера, ехавшего сзади, должен был блюсти дистанцию. Похоже, выяснять, кто прав, а кто не очень, будут те, кому это положено по должности. Авария была оформлена как ДТП с сугубо материальным ущербом. Беду относительно позднего часа и с учетом воскресенья особых пробок из-за аварии на старой сортировке не наблюдалось.